Привет, мои дорогие и любимые. Я сегодня даже не на камеру снимаю, потому что она заряжена. Так что, да что ж, такое тут за волос. Надеюсь, что звук будет нормальный. Вот, качество картинки, возможно, похуже, потому что я снимаю на фронталку. Ну да ладно, ведь мы сегодня даже с вами обсудить одну тему. Не так давно кто-то из вас мне написал в инстаграме, когда я выкладывала свою фоточку после занятий спортом. Просили рассказать меня о том, как добиться такой фигуры, как я занимаюсь спортом, что-то вот такого рода. Поэтому, вообще, мне кажется, что я часто что-то про это рассказываю, но решила заснять такие отдельные видео, раз такой есть запрос. Потому что как раз думала что-нибудь с вами поговорить, хотела показать свои прыщи, хотела показать свои серёжки новые, которые я так и не понимаю, нравятся мне или нет. Какие-то топоры такие из ушей, вот, но, короче, прикольно, ну ладно, я надену, в общем, всё равно их уже себе оставила. И сегодня, кстати, я с ногтями, я решила психануть нарастить ногти, давно не наращивала, я что-то прям, знаете, уже соскучилась, хотя так неудобно с ними. Пока что, но, тем не менее, короче, давайте не отходить от темы. Хоть мне и всякие хейтеры пишут, что, типа, там, Жаруха, там, она, что-то вы мне ещё пишите, я уже не помню. Ну, там, что, типа, модель, там, у себя, в общем, нит, или что-то ещё такое. Даже в таком, как вы считаете, некотором жирном теле, там, я не знаю, всё равно нужно держать себя в форме, короче, да. Но, если уже отходить от сарказмов, я своё тело, свою фигуру считаю довольно-таки хорошей. Она, конечно, не идеальная, я знаю свои сильные стороны, свои слабые стороны, я над этим работаю, и более того, вам тоже это делать советую. Потому что с возрастом, конечно, это становится сложнее, и мы начинаем всё больше уже набирать вес, и его легче набрать, и его сложнее сбросить, но очень прописные истины. И даже, если кто-то считает, что у меня там не очень фигура, или я там жирная и так далее, конечно же, это всё пишут молодые и стройные девушки, понятное дело. Тем не менее, даже такую фигуру нужно поддерживать, короче, в тонусе. Поэтому я хочу рассказать, как я к этому пришла, вообще, чем я занимаюсь, и всё в таком роде. Вообще, я уже тоже вам не раз рассказывала, что занятия спортом, у меня давно уже это всё было в жизни, на самом деле, но я просто без фанатизма этим занималась. Как-то периодически. Уже довольно-таки долгие годы я всё равно поддерживала себя в какой-либо форме. У меня, на самом деле, наверное, от мамы это ещё пошло, которая там раньше шейпингом, аэробикой занималась и прочим. Я не очень люблю ходить в залы. Иногда у меня бывают какие-то периоды, когда я хожу. Уже давно таких не было, на самом деле. Потому что, не знаю, я как-то привыкла заниматься дома. Я в любой момент, вот в каком бы я виде ни была, какая бы ни была погода за окном, я себе уже такую сделала дисциплину. Более того, даже если я где-то выпивала в этот день, ну, если, конечно, не совсем уже в древо, так сказать, воронское такое выражение, на самом деле. Вот, если там пару бокалов выпила, протрезвела, пошла вечером позанималась. Или если мне, наоборот, куда-то идти нужно, к вот мероприятию, я бы знаю, что я буду занята вечером, я где-то утром, днём могу позаниматься. То есть у меня, в принципе, это уже всё в режиме, в привычке. Более того, мне это нравится. Мне тоже в кайф, это поднимает настроение. И я это уже вела в свою каждодневную рутину. Вот, то есть я стараюсь заниматься почти каждый день. Короче, я опять не с того начала. А как я к этому пришла, я ему, опять же, рассказывала, что такие подруги, да, которые, может быть, и подруги, но такие, как бы, свои обычные, в этом плане, мне могли сказать что-то из серии, что вот. Почему ты так лифчик некрасивый сегодня? Ну, типа, что вот эти такие руки толстые, вроде сама ты худенькая, или там вроде ты ещё молодая, у тебя уже там целлюлит. И благодаря, и благодаря, и благодаря, короче, таким подругам я начала на эти зоны обращать внимание. Потому что на руки, если честно, я раньше вообще никогда не обращала внимания, но вообще, ну, качают руки. Типа, знаете, серия, что руки, это самая неинтересная зона. Как-то для меня руки раньше это было вот, что мужики, кстати, уже что-то есть, мужики качают бицухи какие-то, вот, знаете, вот, что-то ассоциация с таким. Думаю, зачем мне женщине, девушке, да, качать руки. Но потом обратила внимание, что реально, когда на фотках ты стоёшь вот так вот, делаешь, что они у тебя жирные. И даже более того, сейчас, когда они у меня подкачаны, всё равно, они, в принципе, плотные, всё равно, если так плющишь, они толстые. Но в обычной жизни, если руки у тебя как кисель, они болтаются при каждом, знаете, движении. И, в общем, я поняла, что реально меня это начало раздражать, что это некрасиво. Я обратила на зону внимания, и сейчас я каждый раз, когда занимаюсь спортом, я всегда прокачиваю руки в каждом занятии, короче, качаю руки. Причём я сейчас уже перешла на тяжёлые гантели, я не знаю, сколько они весят. У нас здесь дома одни суперлёгкие гантели, одни достаточно тяжёлые. Я не знаю, сколько они килограмм, до сих пор я почему-то ленюсь их завесить. Вот, и на самом деле от них, конечно, я уже замечаю, что действительно руки стали прям плотные, мышцы. Вот какие-то, вот вы сейчас скажете, фигня, но на самом деле твёрдые, всё равно есть какая-то тоже, какой-то уже там рельеф. И более того, я не хочу, чтобы у меня были какие-то супер такие рельефные руки, знаете, но когда они подкачаны, вот видите, как бы я, то есть вот шелелю, да, например, напрягаю, то есть они, ну, как бы видно всё равно мышцы, они не болтаются и, короче, это круто. Вот у целлюлита, на самом деле, я мало что делаю, если честно, в плане там каких-то массажей, каких-то там вакуумных, ручных, вообще каких-то вот только нету. Да, что-то я пробовала, там, скрабы антицеллюлитные, вот эти разогревающие, мне это ничего как-то не нравится в итоге, знаете, я, в принципе, с целлюлитом мало что делаю. Но единственное, что сейчас я взялась за то, вот как вы знаете, чтобы есть поменьше сладкого и практически вообще... И его не есть, вести к нулю. Ну что ж, так... Вот, и я стараюсь практически несть выпечку, сказала я, после того, как вчера Хачипури наелась, но вчера у меня был день рождения, мы были в рейстике, поэтому я себе позволила, но вообще... Сейчас 21 день бессладко, и, ну, выпечку я, ну, просто, как бы, вот тоже стараюсь прям вообще практически не есть, я считаю, что это когда-нибудь, надеюсь, приведет к тому результат, что с целлюлитой будет меньше. А так с целлюлитом я больше ничего не делаю. Но факт тот, что, знаете, иногда вот такие негативные вещи, я вот недавно тоже, кстати, рассказала про кавалеры, который про пузик мне сказал, и тогда я пошла на LPG. То есть я такие доброжелатели, в кавычках, в итоге можно это, да, воспринять как негатив, расстроиться, заплакать, в углу сесть, реветь весь день, какая я страшная. Можно воспринять это как в плюс и начать работать над собой, особенно если вас триггерят такие какие-то вещи, которым говорят, что значит не просто так, значит у вас это место тоже как-то, может быть, напрягает или вызывает сомнение. Короче, я это всё как-то вот в плюс перевела для себя и, собственно, начала эти места больше прокачиваться, про которые мне кто-то что-то говорил. И это касается всего, на самом деле. Если мне что-то говорят плохое, я стараюсь это перевести во что-то хорошее. Типа, если жизнь подкидывает лимон и сделает лимонад, знаете, что-то это серия, так вот. Спорт. Полвидия прошла, а про спорт мы ещё почти не сгорели. Значит, как я занимаюсь? Я занимаюсь каждый день, ну, за редким исключением. В итоге как-то так получилось, знаете, не было даже в планах такого, но по факту как-то я привыкла, особенно когда я в России. Здесь не настолько у меня занятое время или кто-то настолько его, так сказать, отвлекает. Короче, здесь мне как-то всё равно скучнее, если называть вещь своими именами, и поэтому я каждый день занимаюсь. Короче, даже уже если куда-то, как я сказала, иду, я стараюсь всё равно найти время позаниматься. Потому что если я день-два что-то пропущу, три тем более, мне это уже напряг, меня это раздражает. Короче, я сразу как будто потолстела, и мышцы ушли, и всё такое. Плюс, знаете, для меня результат, и вообще моя собственная мотивация, это я сама, моё движение в зеркале, то, как меняются моё тело, мои мышцы. Когда находишь какие-то новые мышцы, которых раньше не было, всё становится ещё красивее, красивее, блин. Я всё время говорю красивее, красивее. Мне надо почему-то исправить всё время себя. Короче, красивее. И это меня больше всего мотивирует. Я считаю, что это самая правильная мотивация, потому что некоторые начинают качаться. И у меня раньше тоже такое было, на самом деле, иногда, когда мужик какой-то появился, парень в вашей жизни, или вы в кого-то влюбились, или кого-то увидели, кто вам понравился, вам захотелось себя в порядок сразу привести. Я считаю, что это неправильная мотивация, потому что она временная. И самая правильная мотивация, это делать это для себя, для своего здоровья, для своего внешнего вида. Вот, тогда, мне кажется, это будет более у вас стабильный какой-то вариант. Значит, занимаюсь я по ютубу. Как я сказала, уже на дому. Я всегда делаю вначале какое-то кардио, хотя я недавно услышала от кого-то, что типа от кардио хочется больше есть, его много делать не надо. Но я всё равно делаю. На данный момент я занимаюсь зумбой. То есть, у меня есть, кстати, плейлист, по-моему, он даже открыт, и зумба. Там есть та зумба, которую я делаю, какие-то номера. Live, Life, Love, кажется, мой самый любимый канал. Я смотрю по ним часто, что делаю. Как сейчас, я расскажу, занимаюсь. То есть, у меня, ну, три иногда бывает, если я там потолстила несколько, там, 100 граммс набрала, я делаю там пять песен. Ну, хотя бы три, знаете, песни, включая разные, ну, танцев, как это называется, короче, номеров, под них танцую. То есть, это у меня немножечко разогрев. Потом я поочерёдно делаю или попу, или пресс. Возможно, надо делать и то, и другое, да, чтобы результата было больше, но что-то как-то мне, короче, лень. То есть, я так занимаюсь, чтобы у меня это было не в напряг всё равно. Поэтому я чередую или пресс, или попу. Ну, соответственно, там в попу может входить и как упражнение на саму попу, и упражнение на внутреннюю часть бедра, которая у меня начала уже из метил подтягиваться, к моему счастью, кстати. И настроенность ног, то есть, они бывают разные. У меня есть резинка, я, кажется, уже её показывала. Может быть, надо ещё показать, но я думаю, что не надо. Короче, у меня есть резинка на 68 килограмм, достаточно такая плодная. И, собственно, я с ней часто занимаюсь, что дело касается там ног, поп и так далее. Вот, ну, пресс я качаю просто тоже по видео. Короче, у меня есть много всяких любимых каналов. Вообще, я обычно просто вбиваю на ютубе там abs exercises или там butt exercises. Я обычно набираю, мне показывают свои упражнения на попу, хотя, возможно, это не самый правильный поиск. Вот, там arms exercises. Я обычно по английским видосам занимаюсь, как-то мне с ним всегда комфортнее. Бывают даже и азиатки, кстати, какие-то тоже показывают. Как-то русские каналы мало мне попадаются. Вот, и, собственно говоря, вот. Вот, потом обязательно я делаю после пресса или попы руки. В основном стараюсь гантелями. Если я где-то за городом, где у меня гантелей нет, я занимаюсь просто обычным упражнением. Там есть холи долгая, кажется, её назовут. У неё есть несколько упражнений на руки, прям очень такие без всего, но при этом ты не опускаешь руки. Прям очень много делаешь. Короче, прикольно. Есть у меня несколько любимых упражнений на руки, даже не только её, ещё и других девушек, которые без гантелей, но достаточно активны всё равно. На самом деле, руки у меня стали, конечно, сразу более такие фигурные, но всё равно они могут потрясываться. Вот если я расслаблена лидика, всё равно есть какая-то тряска. И на самом деле я заметила, что руки стали всё равно более, конечно, плотные, когда я начала работать уже с весом, с гантелями. То есть я начинала с лёгких гантелей, сейчас уже стараюсь, я снова всё делаю тяжёлыми гантелями. Очень мне нравится ещё то, что спина стала рельефной. Раньше тоже не думала как-то про спину. И когда-то, я до сих пор, по-моему, девочка мне сделала комплимент по поводу того, что говорит, какая у тебя красивая накачанная спина. У меня даже как-то парень какой-то на Новый год, я помню, сказала, говорит, вы не гимнастка, или что-то как-то он кого-то у меня как-то спортсменка, короче, обозвала. Я говорю, нет, у вас такая спина, как будто вы спортсменка, короче, тоже это очень приятно, поэтому вот когда есть мышцы на спине, тоже классно, но конкретно на спину я не делаю упражнения. Изредка что-то попадается, там упражнение на грудь, упражнение на спину, я могу что-то сделать, но вообще, вот я говорю, основные у меня три темы, это вот пресс, попа и руки. И после рук я делаю уже растяжку, но в последнее время я, знаете, как-то случайно пришла к йоге, в большей мере, потому что там есть всегда девушка, Yoga with Bird называется, не аккаунт, и у неё. Ну, вроде как везде там йога, растяжка, ну, в общем, такая очень лайтовая йога, несколько всего каких-то упражнений, но очень расслабляет, нет, к этому улочка такая спокойная, и такое как-то всё очень приятно, и мне стало прям в кайф. Вообще говорят, что растяжка это вишенка на торте, и самый кайф должен быть, делать именно растяжку в конце упражнения, потому что реально, потому что расслабляется, вы как-то тянетесь, знаете, как вот с утра такая, и кайф. Типа вот так же на растяжке как-то должно быть в основном приятно, и я начала тоже очень кайфовать после этого от растяжки, и занимаюсь вот йогой, собственно говоря. Вот так. Я не знаю, что ещё рассказать про спорт, пожалуй, достаточно, если есть какие-то ещё вопросики, задавайте. Наверное, надо было показать, конечно, свою фигуру, но у меня сейчас на самом деле, я даже на килограмм побралась, но у меня сейчас эти дни, но, в принципе, как бы пресс всё равно, можно показать его, насколько, но прессик у меня как бы есть. У меня есть пузик, на самом деле, может быть, это уже возрастное, как мне кавалер мой бывший говорил, ну, может быть, ну, то есть пузик у меня сейчас, ну, вот такой не сильно, потому что я позавтракала, но ещё не обедала, вот, ну, вот это место, например, мне очень нравится, вот, попа у меня, на самом деле, я сейчас начала сбрасывать вес, я сбросила уже, наверное, килограмма три, я думаю, примерно, вот, и, в общем, конечно, попа так, попа у меня не супер сильно накачана, но всё равно накачана, то есть я когда трогаю её, у меня есть мышцы, наверное, вам не сильно видно, вот, всё равно, когда начинаешь кладеть, немножко что-то где-то подвисает, вот, в любом случае, нужно, конечно, продолжать заниматься, вот, такое сумбурное, короче, видео, если есть какие-то ещё вопросики про занятия спортом, спрашивайте, вот, я вроде сказала всё, что хотела, надеюсь, было полезно и интересно, напишите комментарии, занимаетесь ли вы спортом, и увидимся с вами в следующем видео, всем пока!